Глобализованный мир Сейчас мы очень хорошо видим это по нашим студентам, когда вот сейчас все хвастаются во всех городах, с ума в том числе, что вот мы заключили договор с вузами Европы и так далее, что будут учиться. Да, по 3-5 человек по обмену, но наши едут туда, от них не едет практически никто. Уже поляки практически пользуются нашими студентами, которые занимают места у них, те, которые в общем освобождают те, которые едут дальше в Европу. Значит, действительно, очень важен вопрос о земле, очень важен вопрос о вступлении в таможенный союз. Если вы, наверное, видели вчера передачу «Политика» по Первому каналу, и, значит, там россияне выступали, был там Голуб от Компартии, был там Карасев, если знаете. Карасев выглядел просто смешно, когда его спросили, скажите, чем вы будете торговать? Он сказал всем, простите, конкретно назовите. И Карасев, который здесь вот у Шустриков в программе ведет себя достаточно нагло и вызывающе, он не мог сказать. Его просто подняли нас. Дело в том, что вопрос федерализации, он очень сложный, я бы сказал. У меня нет однозначного ответа на это. Потому что, вот, взять вопрос вступления в таможенный союз. Мы сделали опрос среди студентов. 40% студентов говорят, что хотели бы, чтобы Украина вступила в таможенный союз. 33% студентов говорят, что в Евросоюз. 27% не определились. Вот такие реалии. То есть, в принципе, мало того, что общество расколото пополам с точки зрения предпочтений, общество еще практически на треть не образовано, оно действительно не знает. Студенчество, в общем-то, стало ведущей силой, если мы говорили, что в свое время были другие, но вот сейчас, потому что они наиболее революционизированы. Они выступают в зарубежных странах, они у нас являются носителями, если же, потому что остальные, в общем-то, ну, слои общества не принимают участия. Ну, вот такая ситуация. Значит, я хочу вас немножко вернуть вот к созданию Советского Союза. Ленин хотел очень хорошего. Он сделал союз республик, которые действительно решались вопросы и федерализации, и, в общем-то, все республики работали на единое целое. Да, действительно, было, когда кто-то в интересах всех 15-ти должен был каким-то образом наступать на свои интересы. Но было так. Но к чему это привело? Это привело к тому, что в 91-м году на основании законном, то есть самоопределения вплоть до полного отделения, республики разошлись. Ну, все по-разному, Прибалтика по одному. Я считаю, что Россия сыграла очень отрицательную роль, потому что Ельцин выделил Россию в состав Советского Союза. Азиатские республики просто вытолкнули, и все, они не знали, что делать. Совсем другое было с Чечнёй. В Российской Федерации закона нет о том, что имеет право автономная республика на самоопределение вплоть до полного отделения. И как бы ни бесились на Западе, они вынуждены считаться, что этого нет. И именно поэтому, в общем-то, устояло, точнее, и Кавказ в целом остался за Кавказе, ну, понятно, но Северный Кавказ остался в России. И в этом я считаю счастье Северного Кавказа. Вот сейчас там бы была такая же бойня, которая сейчас находится на севере Африки, мы знаем, Ливия, Египет, Ливан и так далее, и, значит, Сирия. Потому что там очень легкое влияние извне. Когда нет общего какого-то начала, влияние извне очень легкое. Я должен сказать, что вот этот путь, который проделал Советский Союз, можно много критиковать, можно со многим не соглашаться. Например, многие говорят о том, в частности, ЛДПР, о том, что если были губернии в 22-м году, то, в принципе, ничего бы не было. У нас бы не было таких, значит, центробежных сил, которые бы развалили большую крупную страну. Я думаю, в принципе, все нормальные люди жалеют о том, что крупная, мощная страна развалилась. Даже те, кто не приемлет коммунистическую идею. Будучи на Западной Украине, я спрашиваю, как? Да, они не согласны. Ну-ка, та все у нас уже. Уже ничего не мая. Когоспирина, ничего не мая. Нам ничего работать, мы знаем. А было доброе. Хотя они, в общем-то, являются антикоммунистами. То есть, понятие федерализации, национализации, приватизации – это средства, а не цель. И в разные периоды истории, по моему мнению, они действуют по-разному. Я не исключаю, что сейчас федерализация может дать что-то положительное Украине. Но как? Какая часть? Какая будет группа единиц, которая представляет собой единое целое? Ведь мы знаем, даже на Восточной Украине многие по-разному воспринимают вопросы объединения, вопросы дальнейшего пути, вопросы, так сказать, формирования экономических бюджетов и так далее. Дело в том, что я согласен со всеми ораторами, говорят, что действительно должно быть самоуправление. Каждый регион должен иметь возможность определять и решать свои средства. Мы областным советом разбирали год назад, вот Березин, наверное, помнит, да? И мы удивились, сказали, нет, вот сейчас давайте возьмем Киев, а потом он будет распределять. Ничего Киев не распределит, потому что киевский бюджет на единицу в 10 раз больше, чем, положим, бюджет СУМ. И все равно им не хватает. Так может быть, если самоуправление будет действовать нормально и мощно, может быть, достаточно будет, может быть, не нужно сейчас федерализироваться. Дело в том, что вот сейчас, в частности, есть такой, значит, политолог Кургинян, который говорит достаточно правильные теоретические вещи. Он говорит, что выживает сейчас экономический рынок с количеством 350-400 миллионов человек. То есть вот он способен защитить себя и многие, так сказать, большую часть продукции и так далее потреблять сам. Сейчас идет разговор о том, значит, будет ли вот таможенный союз, сможет ли он противодействовать там Евросоюзу и так далее. Евросоюз, он, в общем-то, где-то самодостаточный, но все равно ему сейчас нужны дополнительные силы. Вот то, о чем я сказал раньше. Поэтому говорить о том, что, ну, в данный момент федерализация все решит в Украине, я думаю, что может быть и преждевременно. Хотя думать об этом нужно, говорить об этом нужно. Я тоже согласен, вот когда было в Северодонецке съезд, и когда Кушнеров там играл достаточно ведущую роль, мы все жалеем, что вот так с ним получилось, потому что он был одним из мощных лидеров, который мог бы, так сказать, повести Украину в целом вперед. Действительно является вопросом важным и действительно современным. У меня есть опасения с точки зрения федерализации в том, что как бы не получилось так, ну, сколько, ну, положим, будет 10 субъектов федерации, беру условно. Та же Сумская область войдет вместе с Харьковым, Полтавой, к примеру, в одно. Мы же видим, насколько сейчас многое стекается к центру. Не будет ли так, что вот центр федерации будет жить, как вот сейчас живет Киев. Мы же видим, что, положим, средняя зарплата в Киеве, разница между киевской средней зарплатой и идущей на втором месте Донецкой областью намного больше, чем между Донецкой и на последнем месте Тернополем. Не будет ли такая ситуация, что, значит, центры федерации, они получат преимущество, а регионы ослабны. Глядя, положим, вот на нашу область, мы видим, что творится в районах, практически ничего не работает. Сумы сейчас тоже, в общем-то, в ужасном состоянии. В нашей памяти за 3-4 года мы потеряли блестящий завод электронных микроскопов полностью. Мы потеряли рафинадный завод с самым большим объемом продукции, который был в советское время. Мы потеряли фарфоровый завод, мы потеряли централит. То есть, как бы ни получилось таким образом, что это еще ухудшит. Хотя вопрос очень важный, я думаю, что говорить об этом надо, и действительно нужно говорить это на самом высоком уровне. Действительно, я думаю все-таки, что вот в ближайшее время все-таки с Евросоюзом будет не подписан договор, и он даст нам возможность действительно работать в этом направлении достаточно плодотворно. Потому что ситуация по оценке людей того, что происходит в Украине, по моему мнению, в целом меняется. Все, спасибо. Спасибо.